всем привет друзья и снова с вами я светлана а там друзья мои сегодня мне пришла идея создать для вас видео какое-нибудь познавательное информационное потому что наверное мои видео про хобби про пасху про яйца про какую-то болтовню про прогулки на свежем воздухе наверное вам доскучили и уже не интересны стали а мне нужны ваши голоса и ваши подписки поэтому я решила сегодня создать для вас познавательное видео а чего она будет касаться именно вы увидите посмотрев мое видео но я вам сделаю подсказку да я неоднократно упоминала что я проживаю в турции в городе мерсине а вы наверно думаете что это за мерсин какой он город и конечно вам будет интересно узнать о нем так что не переключайтесь смотрите до конца а в конце поставьте лайки и подпишитесь на мой канал и до скорой встречи и спасибо большое за ваши просмотры мерсин город расположены на юго-восточном побережье турции в котором проживает около 1 миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот жителей административный центр и ла мерсин город известен своими прибрежными бульварами с пальмами парками отелями европейского типа торговыми центрами и зоной свободной торговли туристы ценят этот город за хорошие условия для содержательного отдыха гостей радует приятный климат роскошные песчаные пляжи и огромное число достопримечательностей мандариновый рай так часто называют этот калорийный город мерсин находится в районе с благоприятным климатом здесь круглый год собирают урожай цитрусовых город омывают лазурные воды живописного мерсинского залива мерсин один из крупнейших портов стран и снова я не переключайся посмотри до конца 10 причин почему стоит приехать мерсин первая причина развитая инфраструктура вторая большой выбор отелей разных категорий третье разноплановые достопримечательности четвертая возможность отдыхать городе и окрестностях круглый год пятая причина длительный пляжный сезон на берегу средиземного моря шестая приятный климат комфортная температура в летние месяца но бывает и очень жарко седьмая причина по которой стоит посетить мерсин туры на острова к природным и археологическим памятникам возможные для активного отдыха это восьмая причина девятая причина оригинальная кухня тантуни является одним из популярных блюд мерсини только из-за тантуни стоит приехать мерсин и насладиться его вкусовыми качествами десятая причина возможность подобрать недвижимость по привлекательным ценам из-за кризиса в стране цены на недвижимость значительно понизились а теперь об истории мерсина доподлинно известно что на месте мерсина было поселение еще в семи тысячном году до нашей эры 4500 году это был уже большой город окруженный стенами позднее он стал частью персии благодаря удачному местоположению являлся крупнейшим портом и назывался главными воротами киликии лишь после расцвета константинополя сейчас там было он утратил свои позиции 300 300 третьем году до нашей эры город захватил александр македонский присоединил его к реции и переименовал зефириум через 200 лет его захватили римляне и назвали андрианополис наше тысячелетие история мерсина была богата на войны с монголами турками сельджуками армянами мамлюками все это ослабило позиции города и привело к упадку 1473 году его завоевала османская империя после чего он заново стал развиваться был построен большой порт через 50 лет опять стал крупным торговым центром куда прибывали суда из европы 19 веке мерсин поставлял хлопок сша в результате чего разросся до столицы целой провинции настоящее время сочетает себе и туристический город и важный экономический центр страны достопримечательности города мерсина 1 старинная мечей с минаретами возведенными во времена расцвета османской империи 2 достопримечательность музей под открытым небом здесь сохранилась древняя церковь представлены на обозрение барельефы и статую античного периода уникальные находки из раскопок на территории города и провинции третья достопримечательность остатки хетской крепости в западном районе 4 руины древнеримского города соли вокруг исторического места построены небоскрёмы а в найденном античном городе до сих пор ведутся раскопки 5 достопримечательность пещеры ад и рай на северо-западе близ мерсина несколько веков назад здесь находились пещерные храмы пещере рай сохранился родник 6 достопримечательность девичий замок из колеси на острове двухстах метрах от побережья 7 достопримечательность древний город тарсус здесь зародились христианство сохранился подземный храм знаменитая пещера святых священный колодец святого павла 8 достопримечательность памятник турецким морякам установленный на набережной эта легенда про невернувшийся фрегат эртугру который потерял крушение на этом фрегате погибли 500 моряков а в живых остались 69 матросов и один офицер в их честь и был установлен памятник 9 достопримечательность небоскрёб метрим тувер здание высокой в 52 этажа одно из самых высоких турции вскоре после постройки небоскрёб стал символом динамичного и яркого города отдых и развлечения мерсины это прогулки на яхтах по мерсинскому заливу дайвинг катание на лошадях поход театр опера и балета веселье до утра в ночных клубах гонки на квадроциклах и мотороллерах музыкальный фестиваль и цитрусовый фестиваль самые важные праздники это юбилей прибытия от от турка мерсин 17 марта и празднование дня независимости 3 января знакомство с историческими кварталом обязательно надо заглянуть в уютные ресторанчики и попробовать обжаренное мясо с овощами завернутая в нежный лаваш оригинальный вкус у риса со специями орехами и морковью приятный вкус имеет нежные булочки с фисташками попробуйте оригинальный десерт кюнюфе из сыра сиропа и несладкого теста посетите зеленые рынки куда привозят свежие овощи и фрукты поскольку город является крупным портом то купаться в центральной части не очень хорошо главные пляжи находятся на некотором отдалении от города кискалиси эрдемли чашмели аяш сусаноглу якая я проклар нарлыкую песок и море там очень чистые как добраться до мерсина ближайший от мерсина аэропорт шакур паша находится в адане 70 километрах это международный аэропорт принимает рейсы истамбула и анкары из аэропорта можно доехать на шотле компании хабаш которая вас доставит в торговом центре форум мерсине в течение полутора часов а также можно добраться и на поезде из крупных городов турции до мерсине можно добраться на поезде автобусах такси и машинах как хотите вот на этом я хочу закончить ваше ознакомление с мерсином надеюсь что вам понравилось и вы обязательно посетите наш гостеприимный мерсин спасибо что досмотрели мое видео до конца и не забудьте поставить лайки и подписаться на мой канал до новых встреч с вами была светлана ата пока и вот пришел долгожданный конец для вас долгожданный или нет а может вам понравилось та информация которая поделилась с вами а если понравилось то не жалейте своих голосов подпишитесь друзья поддержите меня ведь я стараюсь работаю сколько времени трачу найти на создание этих видео так что подпишись и поставь лайк напиши хоть одну комментарии понравилось не понравилось ведь я жду пока пока до новых встреч я не прощаюсь ждите очередное моё видео пока пока пока